Первая рабочая неделя после праздника встретила нас обильными снегопадами, чтобы помочь сделать наш город красивее и чище. Горожане вышли на улицы поселения. Наша молодежь и ассоциация многоквартирных домов вышли с предложением сделать такую акцию. Я присоединился с удовольствием к этой акции. Для того, чтобы побудить людей не просто смотреть в окна и ждать, а чтобы выходить и все вместе делать общее дело. Потому что, как говорится, труд он объединяет. Коллективный труд, он сближает людей. Хочется, чтобы наш город был чище. Мы отлично проводим время не в своих офисах, а на свежем воздухе. Плюс все равно ты знакомишься с новыми людьми. И вот буквально проходили недавно ребята, они тоже взяли лопату и стали нам помогать. Помочь просто, чтобы здесь было чисто, приятно. Посмотреть на вечный огонь. Ну как? Просто примечательства нашего города. Детей все для будущего. Дворников нет у нас. Вот сами своими силами стараемся. Операция «Снег» не означает, что наши коммунальщики и дворники плохо работают. Просто инициативные люди города решили прийти им на помощь. Город уже гораздо чище. Несмотря на то, что снегопад не прекращался уже больше трех суток, город уже чистый. А добрать те места, в которые не доходит техника, это, по-моему, дело чести. Каждый же вокруг своей машины очищает и создает для себя удобство. Но наш город – это наше удобство. Мы должны сделать его удобным для всех. Операция «Снег» продолжится в выходные. 16 и 17 января в 10.00 все желающие могут взять в руки лопаты и очистить те самые снежные глыбы. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Ильина Кошлева, Видное ТВ. А в нашей студии сегодня Григорий Авдеев, председатель молодежного совета при главе Ленинского района, и Людмила Лернер, координатор председателей совета многоквартирных домов Ленинского района. Сегодня в городе, как мы сейчас увидели, стартовала акция по уборке снега. Весной и осенью мы все вместе дружно сажаем деревья, убираем улицы, но снег нас еще чистить не призывали. Да, такая акция в нашем районе проходит впервые. А кто участвовал в сегодняшней акции? В акции принимают все желающие. В основном это общественные организации, которые посчитали своим долгом принять участие и убрать снег. Сегодня поработали хорошо, но на этом ведь не заканчивается? Однозначно нет. Если погода нам, скажем так, подкинет еще таких приключений, думаю, мы с радостью увидим и продолжим. А какие объекты планируется убирать? Ну, в первую очередь, конечно, социально значимые объекты, там, где больше всего проходят жители, пенсионеров. Ну, хочу заметить, что по желанию жителей домов, вот, допустим, у нас ПЛК-25, мы написали объявление, и завтра желающие, ну, в основном, это, конечно, мужчины, потому что физический труд, добровольно в 12 часов выйдут на уборку нашей придомовой территории. Естественно, ее убрали, убралищие компании, но есть такие места, допустим, тропинки или труднодоступные для техники. А потом снег, он имеет такое явление, он сегодня есть, завтра его нет, в любой момент может снова выпасть. Ну, пожалуйста, приходите завтра к нам помогать. А эта акция проходит по всему району? Да, весь район подключился в этот процесс, все отвлекнулись. А наш корреспондент Людмила Медведева сегодня побывала в сельском поселении Булатниковской и узнала, как его жители относятся к тому, чтобы помочь убрать снег в своем поселке, селе, деревне. А снег идет, а снег идет, и все вокруг чего-то ждет. Помните слова известной песни, нежной и очень лиричной. К сожалению, некоторые жители сельского поселения Булатниковская, у которых нам удалось взять интервью, настроены совсем нелирично. Как житель деревни Булатникова, там снег не убирается, здесь не убран снег, в Булатниково вообще не пройти, не проехать. Я не вижу здесь никакой уборки снега и заботы коммунальщиков о жителях. Горка, которая около храма, она нас очень напрягает, потому что некоторые дети идут пешком, горка зимой не чистится, или очень редко чистится. Дети бегают, могут подскользнуться, тротуаров нет, старые люди ходят. То есть это очень опасная дорога, другой дороги у нашей школы нет. Парковки все занесены снегом, ничего не чистится. Тротуары ходить вообще невозможно. Вообще невозможно, они не чистятся совершенно. Если грейдер прошел, прочистил дорогу, все это на тротуары намело, все, так оно и остается. Ни старикам, ни детям, никому. Не залезть даже на эти тротуары. Да, в этом году зимушка-зима не пожадничала на снег, которого мы ждали весь декабрь. И вот она, снежная радость. Правда, ее омрачают дворы, заваленные снегом. Транспорту и людям передвигаться сложно. Вчера здесь упали. Ну и ребенок, ну, как бы, видите, все. Не чистят. Неудобно ходить. Сугробы здесь. Сказать о том, что жители сельского поселения Булатниковская совсем занеслось снегом, нельзя. Здесь центральная дорога очищена, техника убирает снег из других, связующих с центром магистралей. Узнав о том, что в районе проводится акция по уборке снега, жители поселения тоже откликнулись на нее. Если будет проходить такая акция, обязательно выйду. Ну, на час, так, на полтора. Мы вот у себя в районе, в деревне чистим, каждый около своего дома, на несколько метров еще вокруг, чтобы людям было нормально ходить. Постоянно принимаю участие. Там, где я живу, мы, собственно говоря, и чистим дорогу, как можем, насколько сил хватает. Почему нет? Конечно, да. Если увижу, что большинство людей принимает участие, может быть, и я приму. А так, наверное, нет, скорее всего, нет. А жаль, ведь как приятно на морозце размять свое тело, совместив приятное с полезным. Людмила Медведева, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ.